Доброе утро, друзья мои, у кого оно доброе, меня зовут Степан, компания Очаг Бай, и снова еду делать обзор печи. На дворе вполне себе пушкинская осень, середина октября, и дачный сезон вообще уже закончен, но закончен он только для тех, кто вовремя не подсуетился и печку себе чугунную или на худой конец даже стальную не организовал. Для тех же, у кого есть теперь дровяное отопление в доме, проводят выходные не в душных квартирах, а на просторных свежих дачах. И, видимо, смогут там еще и зимовать. Позавчера связался со мной клиент, помятуя о том, что я люблю ездить на объекты, снимать обзоры. Предложил приехать к нему и отснять его чудо-печь. С его слов чудо-печь. Относительно недавно мы занялись новым интересным производителем. Это хорватская компания Пламин. Это чугунно-литейное предприятие. Не буду прямо сейчас подробно рассказывать про этого производителя. Конкретно сегодня нас интересует очень интересная и очень необычная модель. Называется она «Франклин». Да-да, по имени того самого Бенджамина Франклина, которого вы периодически встречаете на сотенной купюре. Почему «Франклин»? Я, наверное, уже закончил такую описательную статью и размещу ее на сайте. Не буду сейчас в этом видео вдаваться в эти подробности. Или, может, вдамся там немножко попозже. Ну, в любом случае, или услышите, или почитаете, или в магазине спросите. Ну что, поехали. Посмотрим, как работает печка. Ну и с добрым утром еще раз. Вот мы и приехали к заказчику. Печку мы уже распалили. Сделали это заранее. Сегодня большой ветер. Вот и камин распаливался. Очень интересно. Кто следит за нашими сюжетами, тот знает, что мы иногда такие красивые дома снимаем. Хозяин этого дома занимается каркасным домостроением. Деревянным, деревянным, каркасным. Если кому нужно будет, я с удовольствием порекомендую. Потому что дом сделан до толку. Мы про дом, наверное, не будем много говорить. Просто красиво здесь, правда. Еще восемь. Так, вот дымоход. Заказчик устанавливал его сам. Дымоход российский, компании «Феррум». Чем хорош, тем, что стыкуется он хорошо. Вообще труба очень приятная. По качеству нет нигде. Соплей каких-то. Вата на месте вся. Видите, установлена юбочка. Единственное, что не хватает немножко высоты. Буквально полметра. Это влияет на тягу. Если где-то оказят. Я бы, конечно, приехал и снял еще раз этот объект. Уже вместе с нарощенной трубой. Слушайте, вот стоит лисница. Давайте-ка, наверное, поднимемся с вами. Надеюсь, что я не навернусь. Так. Интересно. Интересно. Что здесь происходит? Так, ну, по самой черепице ходить не буду. Значит, из рекомендаций, которые, видимо, сейчас дам заказчику, это про силиконичьи вот эти вот болты не мешало бы. Возможно, нужно будет поставить еще стяжные хомуты. Вот чуть-чуть печка подзадыхается, потому что все-таки при сильных ветрах надо дымоход немножко выше задирать. И здесь вполне возможно, что нету рекомендуемых 5 метров или есть, но там, знаете, так, впритык. Обычно мы проходим вот эти края еще. Вот здесь просто применялся кровельный герметик. Заказчик говорил, что кадр сделан, чтобы разговор не было. Видите, красота, которые продлили жизнь дымохода. А вот и сама печка. Вот она внутри дома. Сейчас про печку я вам расскажу. Но давайте пока закончим с дымоходом. Значит, смотрите. Начнем по элементам. Вот этот первый элемент, он называется... Как же это на русский так перевести? Зланышко антиконденсационная. В старушке антиконденсационная. Антиконденсационная, да, да, да. Значит, она переворачивается, и там есть такая ложбина, которая позволяет конденсату не снаружи трубы вот здесь вот вытекать, а если там какая-то ложка конденсата, он попадает внутрь в печку. Немножко вот он подрезан вот с этой стороны, чтобы как раз эта канавка села ровненько на выступ печи. Следующим элементом идет шибер. Ну и дальше метровая труба. Иногда спрашивают, где устанавливать шибер. Не имеет большого значения, но вставить его лучше там, где до него удобно дотянуться. Потому что если бы шибер был там верхним элементом, то кто-то повыше легко, ну, кто-то пониже. Там женщины часто, ну, тяжеловато просто допрыгнуть. А так как печка габаритная, массивная, то, как вы понимаете, лучше, если шибер будет находиться здесь. Часто спрашивают, бывает ли черного цвета сэндвич. Значит, смотрите, вот здесь сэндвич, он изначально не был черного цвета, хотя производитель предлагает в полимере эти трубы. И доплаты там даже, по-моему, никакой нету. Но надежнее пользоваться не полимерным покрытием, особенно вот на этих первых метрах. В общем, по поводу сэндвича. Он не был сразу черным. Заказчик его покрасил самостоятельно. Значит, зачищается труба верхняя, вот эта поверхность нержавейки, мелкой-мелкой наждачкой. Потом обезжириваете растворителем. И краску убрали, да? Ну, обычная термостойкая краска, она продается и в строительных гипермаркетах. Иногда у нас встречается. То есть, это не редкость. Вот это тот самый короб через перекрытие ППУ. В сметах его так мы называем проходно-потолочный узел. Это его нижний лист. Он, как видите, тоже покрашен. Мне видно, вот не знаю, будет ли видно вам. Видите, такая какая-то вот как ткань. Это виден вот этот базальтовый холст, которым мы предлагаем делать набивку вот этих коробов. Это не горючая вата каменная. И особенность ее в том, что она при температуре, в общем-то, не плавится, не слеживается. То есть, связующая выдерживает. Высокие температуры. На наружной стенке сэндвича, вот чтобы вы понимали, довольно большая температура. То есть, рукой до него не дотронешься. Это первый метр. Там уже на крыше, да, там ситуация получше. Но вот этот первый метр в любом случае надо изолировать. Именно поэтому мы делаем такие довольно большие проходки. 55 на 55. Что еще по температуре хочется сказать. Несмотря на то, что вообще печка стоит довольно далеко от стены, она даже без экрана вот этого конверционного стояла бы на безопасном расстоянии. Но конвекционный экран, тем не менее, у нее есть. Печка работает давно. Экран горячий вот здесь. Вот здесь. Но он такой нераскаленный. До чугунной поверхности я бы так, конечно, не дотронулся. Вот здесь снизу температура уже поменьше. Ну и снизу тоже стоит экран. Он уже нагрелся. Вот, что был холодный. Еще полчаса назад. Но мы так печку серьезно раскочегарили. А вот пол холодный совсем. Пол не греется. Но здесь, видите, поверхность ламинат. Ну вот зона, где стоит печка, она такая довольно широкая, обозначена плиткой. Здесь будут какие-то дробники стоять. В общем, хорошо, когда у печи есть вот такой экран. Стена будет за печкой вообще совершенно холодная. И даже больше нагревается вот эта часть. Вот этот декоративный кирпич. Но уже не от самой печи, а от температуры трубы. Поймал у печи довольно удачный ракурс. Какие особенности? Большое стекло. Действительно, для своего класса печей, которые отапливают где-то до 70-80 квадратов, стекло большое. Сейчас середина октября. И заказчик мне написал, что отапливало... Сколько? 126 метров. Ну, еще, как говорится, не зима, но зима близкая. И будет интересно, сможет ли печка, вот как единственный источник отопления, сработать здесь зимой. Здесь, в этом доме, есть отопление. Что здесь, газ? Электрический. Электрический котел. Ну, я думаю, что печка будет таким очень серьезным подспорьем. По крайней мере, сейчас, если стоит автоматика, то отопление точно не работает. Традиционно мы показываем, как печка реагирует на регулировки. Давайте попробуем прикрыть немножко задвижки. И посмотреть, можно ли вывести печку в режим длительного горения. Значит, в первую очередь, закрываем подачу воздуха под колосниковую решетку. Она находится в таком неочевидном, необычном месте. Сзади, сверху, есть рычажок. Он уже так довольно сильно нагрет. Но у производителя в комплекте есть такая кочерга удобная. Очень рекомендую пользоваться ей. И этот рычажок просто выдвигается. Это первое, что нужно сделать. Ну, и потом перекрыть шибер. Ну, пламя будет потихонечку замедляться. Это не скандинавский производитель, поэтому ждать, что пламя тут начнет от регулировки подачи воздуха тут танцевать по всей топочной камере не стоит. Но, должен отметить, что печка довольно герметичная. Есть еще одна регулировка. Она находится сверху, вот здесь. Подача воздуха на стекло. Ее мы обычно не рекомендуем закрывать, потому что стекло будет моментально коптиться. Но, если вы намерены вывести печку в режим совсем длительного горения, там, на всю ночь закрузите ее, тогда закройте. Единственное, что надо будет с утра почистить стекло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь, снизу, у этой печи, такой очень большой зуб, губа мы ее называем. Это для того, чтобы не падали угольки на пол. У печки, на видео могли заметить, очень такой необычной формы ножки. И если у вас довольно много плитки и внешний вид ножек важен, то вы можете снять вот эту площадку. Печка будет чуть-чуть по-другому смотреться. А, вот еще интересная особенность. Печка работает сколько час? Больше уже, наверное, часа-портора. Я свободно держусь за ручку. Хотя все поверхности нагреты, но вот, ручку не проблема, можно сдержать. Давайте-ка вернем в исходное положение регулировки. Откроем шибер. Отдачу воздуха. Очень сильный ветер на улице, и слышно задувание здесь, даже через печь. Я вылазил на крышу, показывал, что на полметра приблизительно трубу желательно поднять. Еще очень необычная форма топочной камеры. То есть, если обычно колосниковая решетка, она плоская, и на всю ширину топки, то здесь колосник занимает, не знаю, может быть и половину, но от стенок к нему со всех сторон идут такие скосы. Получается, что угли не задерживаются у боковых стенок. В общем-то, вся зона горения все равно оказывается посередине. Или дрова надо раскладывать, не знаю, сантиметров, может, по 50, для того, чтобы огонь прям всю площадь занимал. Или вот эти дрова, которыми обычно пользуемся мы по 25 сантиметров, или вот у заказчика сантиметров по 30 попилинных. Их нужно раскладывать так равномерно по всей топочной камере. Вообще не надо по этому поводу заморачиваться. Это просто за какой-то короткий промежуток времени, там 5-6-10 растопок, вы находите для себя какие-то удобные, комфортные режимы использования печи, и потом пользуетесь ими. Субтитры подогнал «Симон» Ну что, наверное, мы будем заканчивать ампортаж. Итог. Для своей ценовой группы... Вообще у нас не было печей в таких размерах, в этой ценовой группе, ну, до буквально этого сезона отопителя. Буквально вот летом мы привезли печи фирмы «Пламень». Приятно они удивляют, потому что при их габаритах, при их необычности, основное их достоинство, главное, первое, это, конечно, цена. Ну, приходите, подергайте ручки, посмотрите, понравится, напаркуем, приведем. Всем счастливо! Меня зовут Степан, компания «Ючек». Пока. «Аудио джунгл». «Аудио джунгл». «Аудио джунгла». Спасибо за субтитры.